Идем дальше. Николай, извините, опечатался, что для абрикоса персика перегревают в качестве по двое. Ну, будет слива, да, вишня, для персика, для абрикоса не рекомендую, черешню не рекомендую, как по двое, у него морской киси не хватает. Ну, в первую очередь абрикос, а персик нет. Это персик, вы смотрите, вот мой друг Валерий Александрович из Северской области, Украины, значит, он, именно мой хасадский персик использует в качестве по двое, или собирается хотя бы использовать. Он морозостой для Сибири, для Украины достаточно, чтобы на него прививать персик на персик, а значит, идеальное совмещение, идеальное получается, персик на персик. И морозостойкости хватит, потому что мой хасадский персик показал себя для Украины на максимальном морозостойке по сравнению с другими точками. Пусть он скромный, но самый морозостойкий. Вот его можно где? Украина, юг России, Северный Кавказ, Белоруссия. Там персик как по двое используется. Для России не годится, потому что абрикос более морозостойкий, намного больше. Градуса на 10-15, это не шутки. Ну, как мог, ответил. Всем доброе время суток. А можно ли растрескавшуюся косточку с носиком пересадить на постоянное место? Если снег не до конца растаял, и ночью температура минус 6, днём плюс. Или при минусе не стоит. Да, накройте бутылкой. Скорее всего получится, или снега. Ну, смотрите, снег может спасти, и бутылка может спасти. Но дальше от вашего искусства зависит. Вот у вас получилось как? Вот, растерскалась, ну, пара нету. Ну, запасной вариант, опять в холодильник, чтобы меньше, меньше порастал. Но я же вам показал вот это вот. Вот это вот, смотри. Это же жуть. Долго он продержится? Если бы проснулся, скажите, долго он продержится? Сейчас вот это днище, обещаю, в бутылке покажу. Вот, смотрите. Сверху это ещё ладно. Это же банк с холодильником. Вы представляете? Сколько ещё держать? Всё, выбрасывать. В общем, я к чему говорю? Вы столкнулись с тем, что прошло сарайчего времени. Дальше уже от вас зависит, что я мог, кто сказал. Так. Пока у вас днём плюс, ночью минус. Ну, в принципе, они терпят, если хотя бы снегом засыпать. Вот. Утеплить как-то. Ну, утеплить к неё. Опять плохо. Бутылка накрывает, ну, вот эта. Самая, пластмассовая. В холодильник, но тогда температура ближе к нулю. Можно сразу в горшочек, в холодильник. Не давать развиваться. И чуть только ночью будет плюсовая. Высаживать. Так. Владислав. Здравствуйте. Может ли терн быть высоким? У меня у родственника он 34 метра в высоту. А косточки плоды, как у обычного терна. Сладким только после первых заморозок. На этот год больше сотни зашли костик от соседа из терна невысокого знакомых. Та же осень у соседа пересадил порцию терна. Сладким пытаться привить на них ваши абрикосы. И лучше ваши сливы привить. Абрикосы, если у вас нет выхода. Если нет подвойных абрикосов. Привайте, по принципу, побольше, побольше. А там жизнь сама научит. Все растает по своим местам. Вы спрашиваете, абрикосы на сливы надо ли? Если нет абрикосов, то остается на сливы. Всем здравия, Хабаровск. Смотрите. О, привет Николаевич. Сливы хорошо идут на терне. Так а терне для меня дикое слива. Еще бы не слив. Абрикосы не все сортаживают на терне. Тоже правда. А плодоносит нет, когда абрикос цветет. Кольные терны еще спят. Вот это и есть расхождение. И получается, что сока нет, когда сок можно цветуть, чем абрикос. Засыхает абрикос. Расти растет. А как же все погибает. Но это если сранее весна. А еще попозже приведет. Вот. А потом даже... А, дочитаю. Имейте ввиду, что терны еще много пользы дают. Бороться будете каждый год. И не факт, что победить. Вот. Ну что, дает, дает. Косите. Ничего особенного. Вот. А что касается засыхает абрикос. Мне присылали фотографию. Правда, одну единственную. На терне прекрасно плодоносит. Достаточно крупное дерево абрикоса. Значит, не обязательно. Оно, видимо, происходит взаимно. Ментор взаимное влияние. Подвойно плевает. Привойно, подвойно. Может, он благодаря терну попозже начинает свистеть. Даже не может быть. А наверняка так есть. Поэтому давайте, Николаевич, не будем отговаривать. И нет абрикосов, пусть плевает на сливы. Пусть плевает на терну. Пусть и так, чем вообще руки опустить. Так, Таня. Дай успехов. Любой человек с чистым сердцем и совестью может зарядить семена своим намерением, словами. Причем формирует. Может быть любая. Приборы всякие тоже можно использовать. Ну, не буду я комментировать. Вот он и так считает. У меня есть пример яркий, но страшный. Это когда Царство Небесное. Татьяна Александровна, моя подруга, вот, сурала, чтобы не умереть, пришло ей, рассказывала, пришло ей во сне. Вот, посадите яблони. Посадила, вырастила, ела яблоки. Еще много лет прожила со своей смертельной болезнью. Вот. И когда я увидел вот эти яблоки, сладчайшие, из семечек. Да еще я потом приводил пример. Вероятность один к миллиону. Не может этого быть. Надо тысячу-две вырастить деревья, чтобы один был такой, какой у нее. А вероятность, чтобы два, а надо тысячу на тысячу. Уже миллион? Ну, кто-то из вас знает эту вероятность. А чтобы три, еще на тысячу много. Вот это да. Вот это было. Жаль, что это все пропало. Жаль. Хотя я то время много печатался. И ученые знали. И даже пытались на халяву у нее, кстати, саженцы, чем идти, забрать на халяву. То есть без копейки. Это у семи, которые не было ни гроша. Ой, страшно вспомнить то время. Таня, здравия и успехов. Любой человек с чистым сердцем. А, вот это я прочитал, да? Теперь ниже. Для Луна влияет. Надо учитывать другие планеты. Про них не стоит забывать. Таня, если вы не профессиональный астролог, то я вам больше скажу, чтобы на меня повлияла планета, которая находится так далеко, что ее не видно вообще. Совсем недавно несколько планет были открыты, потому что они там запретили. Самые эти сильные микроскопы, да, понимаете, телескопы. 50 лет назад их не видели вообще, их не существует как бы. Телескопа вообще нет. Как она на меня повлияет? Зато влияет эксосенция. Вот. Ага, в фазе Юпитера, но Юпитера хоть иногда видно. Ага, в фазе Плутона, которого никогда не видели, не увидите. Как это звучит здорово. Это ж, простите. Это ж, простите, но я с вами не согласен. Про них можно забыть, как вы пишете, не забывать. Не верю. А как этот самый, тот самый режиссер, помните? Не верю. Вазир Валерий Константинович интересует ваше мнение про совместимость деревьев при посадке. К примеру, яглони не растет рядом с вишней, груша с черешней. У меня растут. Если дерево здоровое, между ними несколько метров, они потом начнут только конкурировать. Конкуренция идет за солнцем. Дерево одно опережает другого по размерам, и одно дерево заслоняет солнце от другого. Вот тогда конкуренция. У меня сейчас, особенно вот этот последний новый сад, который в 15-м году заложен, у меня там между некоторыми деревьями, груши, между ними метр, рядом априкосы, чуть выше их метр, и опять метр, и опять, и опять. Вот, мы некоторые из них привали вместе с Иринсадом, с Авеницем. А почему я их не проезжаю? И не все еще заплаживаю на саду. Но я делаю сильнейшую обрезку, пусть между ними метр, а они не мешают другому, еще не мешают. А черенки с них я в рыберу. И Сергей берет. Если написано на нем, груша космическая, это груша космическая. А плодошения еще не было. И когда они начнут мешать другому, то в ревне и лесник сотни черенков срежу. И с каждого, за каждую саду 150 рублей возьму. Вот. А дальше я еще не думаю. Маточный сад, это не просто сад. Это сад рациональный. За это время некоторые деревья начнут хереть, уступать другим. Солнце мешает. А уже переставлять поздно. Тут я возьму и их спилю. Я так делал. А для нормального человека тут такой же принцип. Нормальный, я имею ввиду, обывателя, который или получит готовый сад, или даже выращит сам. Но еще раз говорю, садите метр на метр, садите не метр. Почему еще раз? Конечно, он не питомниковод. Конечно, он не будет этим, считать, что сад маточный. Ради того, чтобы черенковый нарезать. Семена взять. Нет. Просто другой обратный принцип. Это садите 6 на 6. Это я еще говорю, там 6 на 4, если на юге. Когда-то начнут мешать, другую. Где-то, как со мной спорили, а вот написано 10 на 10. Я согласен. Когда-то в Тунновке давали по 500 килограмм с дерева. Вы можете представить, огромное дерево, 500 килограмм, полтонны яблок. вот там надо 10 на 10. Но это все придет потом. Потом. А пока густо. А непонятно, пусть у них будет конкуренция, пусть они вмешают друг другу, пусть они завидуют друг другу. Лишь не успеете убрать. А пока молодежь, они принесут пользу и мне, и вам, черенки, семена и так далее. И даже если вообще ничего не надо, ну пусть они будут густо. Пройдет природа. Пройдите вы. Ой, коровы выросли мелкие. Ой, опять обманули. Но так же. А вы посадили 6 на 6, 10 на 10. И вот пустой сад. Вот это я имел в виду. А яблони не растут сгубь, свишни растут еще как. Лишь бы не мешали друг другу с солнцем. Могу показать. Метр на метр он целый с полсада. Так, дерево любит, когда с ним разговаривает. Ну, я так не чувствую. Зато я знаю, когда я режу, у меня по сердцу болит. Это есть. Владислав. Также имеется один вопрос. Осенью под 20-30 сантиметров пилили кусты степной вишни. Имеется огромное количество места для прививок. Кстати, кроме вашей обыкновенной вишни, пытаться на них прививать абрикосы и сливы. На вишню сливу. Черт, вроде получается степно-вишни-море. Мда. Но персик еще бывает. Вот абрикосы несколько лет и смерть сливы не пробовала. Вот. Жалко, столько добра пропадает. Но если степная вишня, ну почему на ней не привить черешню, привить культурную вишню? А дальше демета-тыка. Не отрицаю, не отговариваю. Ну, и энтузиазма у меня никакого нет. Так, винограда прямо сейчас сходил, нарезал черенков шелковицу, буду укоренить. Правильно? Ристою тоже можно укоренить. Прямо укореняем живых уставник. Вот. А черенки и шелковицы? Ну, чуть сложнее, но можно. Спасибо за вебинар. Ответ на мой вопрос. Зоя Юрьева. Два года уже как все привито. Молоденький ветерский относительно по двое. Да. Смотрите, есть метод год за годом приручать абрикос к тюрьму. Переносить прижившие на основу на абрикосы и так на их поколение. Вот. Улучшение приживаемости абрикосы есть на тюрьму. Вот. Совершенно верно. Это и есть мой метод настроения ментора. Но тут речь-то о другом идет. Простому человеку, представляете, несколько поколений вырастет только для того, чтобы он прижился. Среди нас есть эти вроде вас, вроде меня. Вот. Есть такие люди, которые готовы делать и делают. А простому это человек несколько поколений. А потом только абрикос на тюрьме будет прекрасно расти. И все, друзья, мы закончили. Будем расставаться. Тоже пожелание. Книги покупайте. Это единственное, что я с этого имею. С этих субинаров это возможность наполнить. Продаю диски, продаю учебные диски. Полезнейшие. Продаю книги, продаю семечки, косточки. Вот. Лент уже нету на прививку. Закончились навсегда. Кто успел, тот не опознал. Вот. Такие дела. Сегодня у меня был разговор как все-таки делать-то. Вот. Позвонил мне один из вас и сказал, коже просилось. Перед этим я с ним принял беседу проворачивание саженца. Скорщик отправил его к Сергею и к Тане и сказал, то есть написал данные, обратитесь, на эту весну саженца он мне позвонил сегодня. Кто-то из вас вот и сказал, все, я позвонился, договорился, как договорился, саженца мне. А я договорился на следующий год. Я говорю, представляю, проходит 2012 год, 2023 год, а у тебя нет ни одного семечка, ни одного косточки, ничего не при этом, ни одного саженца. Осенью тебе саженца вышла, впереди зима. что будет весной, черт его знает, пересадка все-таки это, любой сажен пересажен, злой коллегой. Вот, вы подумаете, к тому времени у вас из моих косточек уже осенью будет целый лес расти саженцем. А если они из 190 взойдут, целый лес и каких я вам показывал, еще год вот они приветы и уже на третий год саженцвету. В том времени вы начнете у вас будет вырастать купленные саженцы. Я не отрицаю саженцы. Я не прочь эти агротехнику или там коммерцию Сергея. Вы сами видите, саженцы не дешевые. Ни этого саженца на весну нет. до саженцы. Просто нет. Это отборно бодрость я договорился на следующий год. Еще целый год стоит пустой час. К тому времени вот 100 косточек абрикосов выписали. У вас 99 растет как ничего не было. Рассата голодная прокурат богат судеба. Другой говорит вообще то вкус дешевле получаешь. Вот на этом мы расстались. Вот на этом я с вами расстаюсь. До свидания друзья. До меня начинается нормальная жизнь. Вот надеюсь что вдруг что-то пришло это мне пришли заказы. как видите заказов нет. Вот так вот заполнение того заказа. Но еще по-прежнему. Но тем не менее еще впереди апрель с коленем только нарастает риск. где-то еще недели две без риска. А дальше вы сами видели. Все друзья расстаемся. Остановите расслабление. До свидания. До свидания.